дорогие друзья всем привет нынче у меня такая задумка очень красиво оформить свою лоджию различными цветами такими цветущими я выбрала в магазине ну конечно же питунью двух разных цветов такую вот беленькую и лососевого цвета такого очень красивого нежного ценю и любили я буду садить чуть позже сегодня я буду заниматься посадкой питунья и это будет такой вот видео урок для начинающих самое важное выбрать семена прошлогодние то есть смотрим на дату изготовления вот у нас здесь 20 год то есть как раз годовалый вот этих не было годовалых я взяла девятнадцатый год очень уж мне цвет понравился но посмотрим рискнем сейчас я покажу что мне нужно сегодня будет для посадки смотрите какие я подготовила емкости то есть это просто у меня от торта и такие вот стаканчики вот видите количество семян 5 штук то есть там такая гранула вот я буду садить каждую в отдельный стаканчик у меня в одних семенах 5 штучек в других 10 я уже здесь под рассчитала и вот подготовила все стаканчики здесь у меня 15 стаканов вот понадобится пленка которой мы будем накрывать сверху понадобится мне еще фитоспорин я буду обрабатывать предварительную почву проливать фитоспорин я уже заранее приготовила вот у меня такая вот бутылка двухлитровая на 2 литра я развела одну чайную ложку то есть это где-то три с половиной три три с половиной грамм фитоспорина на 2 литра воды вот ну и конечно же мне потребуется грунт вот такой вот цветочный грунт я приобрела здесь уже составе гуми есть то есть удобрение смотрю я тоже всегда дату чем свежее тем лучше естественно ну вот в принципе и все кто-то меня возможно осудит скажет зачем такая заморочка в каждую каждую грану в стаканчик в отдельный но я хочу именно так я хочу наблюдать здесь корни как это все будет выглядеть я люблю всего наглядно видеть и если что-то не так то уже предпринимать меры когда это все будет в слое почвы ничего там видно не будет то есть не так не удобно не комфортно давайте приступим сейчас я буду наполнять здесь они какие кстати не делаю дырочки не буду класть керамзит сейчас я просто каждый стаканчик наберу почву друзья очень важный момент петунию высаживают с января по март включительно это зависит все от региона то есть в южных регионах конечно можно садить и с начала января в северной понятно части до чуть чуть позже это нужно делать поскольку солнышко меньше ну и еще зима во всю вот у меня центральная часть я вот высаживаю в начале марта но я уже чувствую что у нас солнышко начало пригревать не у меня никаких нет дополнительных ламп освещения поэтому я приняла решение высаживать их позже чтобы соответственно у меня все естественным путем выросло ну если это конечно в домашних условиях если в каких-то тепличках парниках то конечно безусловно можно делать это и в январе почва прям такая рыхлая воздушная это собственно нам и надо здесь уже есть составе и вермикулит то есть я вообще ничего не добавляю здесь и песок есть каждый стаканчик я утрамбовала почву и сейчас буду проливать фитоспорином почва у меня очень очень сухая то есть вот прямо вот из магазинского пакета вот фитоспорин два часа назад я развела то есть его всегда разводят за час за лучше даже за два проливаю каждый стаканчик аккуратненько пролила как не огромная бутылка мне вот так вот придется каждый каждый поднимать и проливать в общем вы суть поняли вот такая вот коробка от торта я в нее просто вот такую вот картонку кладу как просто донышко потому что здесь внутри не ровная вот эта вот поверхность и стаканчики у меня болтаются такой вот круг просто я вырезала вот и туда буду устанавливать ну вот смотрите чем мне нравится прозрачные стаканчики то есть я могу опять же видеть что полностью у меня грунт пропитался давайте вскроем наш пакетик это у нас будут белые тут вот такая капсула и вот там вот такие вот горошины сейчас мы будем аккуратненько одну штучку каждую горошинку в отдельную емкость я ее прямо с ладошки буду брать зубочистка буду пользоваться смачиваю зубочистку фитоспорине и вот так вот сверху каждую штучку свой домик назовем это так так это пять штучек я беленьких посадила сейчас я точно также с лососевыми поступлю сейчас что у очень важно сделать то есть вот эту вот капсулу нам очень важно с вами немножечко приоткрыть вот задеваю зубочистка и она прям вот открывается сама так и вот каждую каждую гранулку нам нужно помочь петунии вот так вот открыть иначе может не взойти то есть мы ее не слоем почвы не присыпаем ничего мы не делаем мы вот так вот только немножечко вот эти вот гранулы открываем все пометила я вот эти вот белые свои петунии вот такими пока бумажками я подпишу после того как вы высадили все свои петунии обязательно из пульверизатора а забрызгивайте верхний слой почвы тем самым семена втянутся прямо в почву и это то что нам надо сверху мы укрываем все вот таким вот либо пакетиком либо крышкой герметично закрываем все закрыто созданы тепличные условия сейчас мы ставим это все на теплое и светлое место раз в день я буду открывать проветривать и если требуется то прям вот капельным капельным путем ну можно из пульверизатора опрыскивать верхний слой почвы чтобы увлажнить вот так вот оставляем ждем наши всходы прошла ровно одна неделя вот смотрите в каждом стаканчике у нас всходы вот здесь было две у меня драже вот они две взошли одна была запасная я не рассчитала вот здесь тоже маленький всходит вот 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 в общем чтобы взошли всходы и многого то и не надо да всегда все прорастает если семена конечно у вас не старые максимум прошлогодние обработана почва перед этим правильно сделано тепличка все растет но вот как только зашли росточки вот здесь и начинаются проблемы рассада может неожиданно вытягиваться и вообще упасть собственно ножка у них очень длинная становится и они на бок заваливаются и все либо какие-нибудь там болезни начинаются поэтому росточки у нас очень хрупкие нежненькие нужно им обеспечить должный уход ну и соответственно набраться терпения потому что занимает это два с половиной три месяца сейчас я вам расскажу о том что нужно делать после того как зашли вот такие вот первые всходы первое это мы обязательно приучаем к воздуху то есть вот видите у меня вот здесь вот сделана была такая вот тепличка я их сейчас открыла специально для вас то есть недельку они у меня вот так вот были под тепличка я периодически их открывала ну просто только чтобы проверить а так они у меня все под тепличкой то есть мы приучаем к воздуху течение одной недели примерно то есть первые три дня открывать там по 10-15 минут можно три раза в день следующие три дня открывать уже на часик можно даже два раза в день достаточно будет последующие дни уже по два два с половиной часа тоже можно открывать на два раза в день и примерно там через недельку можно полностью уже убрать эту тепличку они уже привыкнут вот кто-то убирает сразу резко но я рисковать не буду я это делаю постепенно второе очень важный момент это освещение чтобы не вытягивались наши всходы нужно обеспечить освещение хорошее это 14 16 часов в сутки то есть досвечивать какими-то фитолампами в идеале но вот еще раз повторю они у меня будут стоять просто то есть это опять же мой такой не то чтобы эксперимент но у меня нет выбора вот какой-то лампой обычно подсвечивать смысла нет они еще больше подсушивают воздух нагревают его вот так вот у меня хорошая солнечная сторона южная поэтому буду надеяться что этого им хватит если они у вас тянутся в одну сторону да например к окошку то это конечно первый признак того что света не хватает что нужно обязательно поворачивать горшочек другой стороной то есть туда тянутся мы разворачиваем вот чтобы они теперь тянулись в ту сторону третье это полив земля должна быть всегда влажная даже на короткое время то есть не должна почва просушиваться ну и застоя влаги опять же тоже не должно быть все должно быть меру то есть вот поливаем мы аккуратно капельным путем то есть через шприц либо через грушу ну либо опрыскиваем аккуратненько и ни в коем случае не через бутылку просто их там прибьет к земле и все погибнут ну и четвертое это обеспечить хороший температурный режим это 20 22 градусов вот ночью нужно снижать температуру до 16 то есть у меня будет идеально на подоконнике у меня как раз ночью температура снижается всегда и все должно быть хорошо вот такой вот несложный уход но в то же время кропотливый нужно обеспечить наши питоне все что проговорила я выше полив освещение приучаем к воздуху температура все это даст нам получить крепкую сильную здоровую рассаду поэтому обязательно соблюдаем все эти правила ну и удачи выращивания кому это было видео полезным дайте знать ставьте пальчик вверх пишите комментарии свои ну и подписывайтесь на канал кто еще не подписался всем хорошего настроения всем пока пока